Всем привет, с вами Лебеди. Сегодня у нас тот самый давно обещанный видос про андервольтинг видеокарты. Собственно, тема крайне-крайне-крайне-крайне популярная, хотя уже, в принципе, довольно широко известная. Но народу все равно интересно. Народ берет бюджетные карточки, они у них греются. Народу нужно эти карточки как-то охлаждать. Собственно, один из способов охладить трахань, так сказать, видеокарты бюджетной версии, это ее андервольтинг. Что вообще такое андервольтинг? Андервольтинг — это понижение рабочего напряжения вашего ГПУ без потерь производительности, либо даже повышение производительности при понижении рабочего напряжения и, соответственно, энергопотреблении тепловыделения вашей видеокарты. Делается это гораздо проще, чем звучит. По факту вам нужно будет только MSI Afterburner установить себя на компьютер. В Afterburner нужно будет в настройках нажать вот эти вот галочки, которые вы видите на видео, зафиксировать все пункты именно на этих позициях. Потом программа попросит своего перезапуска. Мы соглашаемся и, собственно, у вас открывается уже Afterburner с разблокированным управлением напряжением. И там вы видите график. Вот этот вот график нас интересует. Именно в нем и происходит сам процесс андервольтинга. Что представляет из себя данный график? Данный график представляет из себя соотношение частоты напряжения. Вам нужно выбрать устраивающее вас напряжение и найти максимально стабильную на этом напряжении частоту. Делается это методом проб и ошибок. То есть вы, допустим, определенное значение зафиксировали, заходите в какую-то тяжелую игру, которая хорошо грузит карту. Там, не знаю, какой-нибудь Doom Eternal, например, отлично для этого подойдет. И играете там 2 часа, 3 часа там и так далее. Всякие фурмарки без сглаживания и камбустеры я для подобного тестирования использовать не рекомендую, потому что там выжираются любые поверлимиты без выхода на рабочие частоты. Таким образом, ничего толком не потестируешь. Единственная нормальная тема — это 3DMark Firestrike для подобных тестов. Кроме игр. Вот это можно использовать, это да. Ну давайте уже переходить потихоньку от теории практики. Давайте уже посмотрим, что нам дает наш Undervolt. Будем это смотреть на примере Shadow Larky. Собственно, протестируем мы полный сток против Undervolta с сохранением частот стока. Значит, как мы видим, в Undervolta у нас потребление держится в районе 200 Вт, 210 Вт периодически. В стоковом режиме это 240-250 Вт. Производительность, по сути, идентичная. Но в данном случае мы видим разницу в потреблении в 40-50 Вт. С сохранением идентичной производительности. Это вам, ребят, не хухры-мухры. Для 1080i и не референсов, в целом, вы можете тоже пробовать 1962-195 Вт. Для референсов эти напряжения необходимо могут быть чуть выше. В целом, в этом районе можно использовать тоже. Давайте с вами теперь рассмотрим более жесткую ситуацию. Вы себе купили 1080i с ужасным охлаждением. Например, турбину. Или Innu X3 купили себе какую-то. И у вас стоит задача максимум. Вам нужно добиться адекватных температур при низком уровне шума с сохранением нормальной производительности. Пожалуйста. Мы тогда выбираем напряжение в районе, наверное, 862 мВт. И ищем ту частоту, на которой карта будет стабильно работать при этой напрруге. Как правило, для референсов это что-то в районе 1823 МГц. Но вот моя Aorus с моим текущим охладом может где-то 1848. Опять же, не забывайте, что стабильный диапазон частот, он сильно зависит от температур, при которых работает GPU. То есть, если у вас температура выше, то, скорее всего, рабочая частота у вас будет ниже немножко, да. Если брать примерно идентичный по удачности моему чип видеокарты. Да, то есть, если у вас, допустим, по удачности чип такой же, а охлаждение стоит само по себе похуже, то вы будете искать где-то в районе 1823 МГц при прочих равных, при температуре, например, около 70 градусов, при аналогичных условиях. Как видите, потребление у нас упало еще сильнее. Оно составляет примерно от 165 до 175 Вт. А вот производительность упала, ну так, на копейки. Это проценты, по сути, да. При этом температура падает весьма значительно, особенно на довольно плохом охлаждении. Не забывайте, кстати, что данные тесты проводятся при стоковой памяти. То есть, память не разгонялась. Память 5500 для 1080i. Так что в реальных тестах, в реальном использовании, производительность будет немножко повыше за счет, собственно, разгона видеопамяти. Это тоже нужно учитывать. Итак, у нас теперь третий сценарий. У нас нормальное охлаждение у карты, но мы хотим разгона без повышения температуры и энергопотребления. Пожалуйста. Мы пытаемся вывести примерно вокруг 1 Вольта 2000-2012 МГц. В моем случае это примерно 1012 мВ и 2012 МГц. Посмотрим, что получится. И что же мы видим? А видим мы практически аналогичную стоку производительности. Чуть выше, но не слишком значительно. В целом мы выигрываем все равно. Мы выигрываем от чуть большей производительности, мы выигрываем от чуть меньшим потреблением. То есть, так или иначе, Underworld это, наверное, одна из таких вещей, которые сразу же нужно производить с картой. Почему вообще у нас есть возможность такие вещи делать? Почему вообще производители там изначально не утюнивают все карты в предел? Да потому что у них нет на это времени возможности. Они применяют такие настройки, что даже самый неудачный чип заводские частоты держал. Чтобы люди потом не обращались с тем, что у них там карта бракованная, крашится в стоке. То есть, чтобы такого не было. Поэтому всегда остается определенное пространство для дополнительной настройки, дополнительного тюнинга данных железок. Которым, ну, не пользоваться, по-моему, это просто грех. Потому что там дают бесплатное понижение температур, бесплатное абсолютно повышение рабочих частот без повышения температур. То есть, ну, я считаю, что это мега кайфная тема. Это огромный плюс, что такая возможность есть и что это так легко делается. Что это может, по сути, без особых проблем сделать каждый пользователь. Это реально несложно. Это гораздо проще, чем тюнить память. Это даже проще, чем разгонять процесс, потому что это делается прямо из винды. Если у вас карта откажется держать Undervolt, у вас просто закроется игра и перезагрузится драйвер. То есть, компьютер останется работать. То есть, не будет никаких перезагрузок. Не нужно будет тратить на это время. И это все очень просто, легко и понятно делается. Вот так вот, ребят. Собственно, Undervolt эти ваши карточки. Всем огромное спасибо. Всем пока. Подписываемся на канал. Оставляем комменты. Подходим на ночную доту. В общем, всем огромное спасибо. Всем пока, ребят. И до скорой встречи. Скоро новые видосики на канале. Не пропустите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok